ребят всем привет сегодня мы с гули пришли ответить на вопросы для эль казахстан программа хаббат квиз поэтому думаем будет интересно мы не встречаемся и не встречались описывает ваши отношения гульнас как произошло ваше знакомство было это очень интересно в общем первый раз мы познакомились так что я ее не запомнил у нас был общезнакомый который нас познакомил соответственно и я по ее словам был очень надменный и даже не запомнил ее вот а потом через полгода наверное мы также с этим общим знакомым увиделись в баре он сказал что хочет позвать подругу я был против нам все равно ее позвал вот мы познакомились там выпили она меня зацепила и только тогда кстати первый раз нет и через три часа если не ошибаюсь вроде через три часа после нашего знакомства когда мы разъехались я уже предложил говорю слушай давай поженимся и все я на такая давай вот так ты произошло давай так какое первое впечатление произвел на тебя стэнли ну как он уже объяснил первые знакомства я вышла останцев он сидел на летнике он такой значит и поздоровались я стояла со своим другом общалась он такой в какой-то момент что-то сел и не разговаривает так еще на меня посмотрел очень грубо я такая ну ладно и как раз таки познакомились когда в баре я такая думаю ну вроде нормальный но точно также не общительным в начале а потом спустя время он начал со мной разговаривать я такая думаю он когда пьяным немножко может быть разговорчивым а потом уже пошло-поехало и чувства и эмоции ты испытывал когда гульнас ответил на твое предложение да это я думаю чисто на таком вайбе на легкость короче объясним сначала прежде чем сделать предложение я позвал ее на свидание и когда она на свидание согласилась я часа полтора просто задолбал всех своих друзей потому что все что сделал я такой ада согласилась пойти до свидания я иду на свидание и вот часа полтора я говорил только об этом в общем на тот момент наверное из-за того что мы тусили отдыхали как бы мы на эйфории и мне вдвойне это было круто вот а на следующий день когда я проснулся чувства чуть не подостыли но вот эта феерия прошла но все равно было очень приятно и был в легком таком шоке потому что типа че реально что ли такое бывает ну обычно эта история прям такая как будто киношная ну познакомились вышли замуж и все-таки че вы издеваетесь в один из своих веселых вечеров мне предложили выйти замуж написала ты на своем странице расскажи о том как было сделано предложение ну это почти что одинаковые вопросы ну это было точно так же как он описывал это было как вообще мы были в баре что-то что-то общались в какой-то момент он говорит давай на свидание а я по приколу давай тройное свидание у меня просто друг сидел его тоже обидеть не хотел слишком уже я добрый и вот я говорю давай тройное свидание мы чудо прикольно начали общаться и к вечеру когда он меня провел до дома 4 сидим общаемся переписываемся он говорит что-то что-то хочешь выйти замуж за меня я говорю ну давай веселый день и вечер вы думаете что его не было оно было было кстати да на второй день мы сходили на тройное свидание и не то чтобы олень не подумайте просто я больше стеснительный в каком возрасте були заработала свои первые деньги и на чем ну если мне память не ошибает она мне часто ошибает то ты начала зарабатывать на том что танцевала со змеями это первый либо нет ну короче первые большие деньги скажем так ты начала зарабатывать на этом но ладно тоже не отвечает ты еще говорила о том что ты работала в магазине нет да это первая работа нет что вы хотите мы всего лишь полгода вместе подождите сейчас время пройдет мы нормально будем друг от других мой ответ она танцевала со змеями просто скажи да расскажи что я правда все спасибо каком возрасте стенд начал заниматься танцами ну он не говорил то что он танцует больше пяти лет считает так ну я думаю ну у тебя с детства хотя бы была к этому интересно ты тренировался сам по себя потом уже профессионально начал танцевать уже больше пяти лет ну почти почти до блога гули зарабатывала деньги танцевальными выступлениями со змеями почему ее выбор пал именно на этом направлении но мне кажется просто змеи к змеям они как бы ну поближе я получу за это но но я не знаю мне кажется это просто было что-то более экзотическое она человек который любит что-то неординарное ну то есть и постоянно нужно что-то испытывать какой-то спектр эмоций мне страшно у нее дома была вот такая вот змейка и я ее очень сильно боялся когда она выбежала поэтому мне ну да наверно поэтому от хореографии для клипа молдена зара до кэмпина кампейна а дживанши каким своим проектом стенд гордиться больше всего как он сказал мы всего-то полгода это мой план был уже договорились соглашайся скажи блин даже не знаю реально ну на самом деле если я мы никогда просто об этом не разговаривали и не задумывались потому что это как бы такое все не хочется звучать пафосно но это такое типа обыденное ну что мы же всегда в этой сфере с очень давнего времени и поэтому для меня допустим как для танцора уже ну нет разницы какая бы звезда не было мы к этому относимся просто как работе уже нет вот этого вот первого воодушевления типа вау это он так далее и тому подобное вот поэтому да все примерно на одном уровне с каждым круто работать и классно что каждый раз вот этот левел он повышается поэтому да молодец одобрено почему гули решила пойти учиться на повара как часто она радует тебя с насколько я знаю гуль пошла учиться на повару потому что просто так ну типа да ну короче мы лично мое мнение она не хотела быть поваром просто пошла чтобы получить образование а это было единственное что она успела делать готовить и готовит она очень вкусно но очень редко потому что готовила нам на мою память мне пару раз первый пар раз именно когда я болел то есть когда я был в здравии готовил я либо мы заказывали либо еще что то и вот когда только я заболевал она мне готовила супчики но это самые вкусные супчики если мы решим мы заведем бизнес обращайтесь к нам за супчиками от гули по идее я туда пошла из-за того что бабушка заставила это у меня просто выбор не осталось я хотела жургенева но туда поступить я не смогла и поэтому в какой-то момент я думаю блин надо куда-то поступить и бабушка говорит что-то нужно полезное то что тебя прокормит я говорю ну ладно давай повар так повар сколько татуировок у стены ну мы не считали мне кажется даже он не знает сколько у него татуировок на каждом эфире у меня спрашивают на каждом эфире я отвечаю на этот вопрос нет ты говоришь их много ладно будем считать что примерно хотя бы пример сейчас где-то около 15 больше 25 но это близко это близко когда вы ссоритесь кто идет и лица первым мы вот заметили такую закономерность что последнее время мы фактически не ссоримся потому что научились разговаривать ну то есть как-то обсуждать моменты которые нас не устраивают это очень полезно это очень классно научитесь этому но первые моменты я круче я обижался я обиженка в нашей семье и если что-то не нравится я обижаюсь я но я не разговариваю такого что я начинаю с криками и так далее у нас тихая война я просто обижусь показываю свое недовольство она такая ну ты чё офигел я тоже так умею просто молчим весим друг друга пару дней а потом такие ну чё надоело да давай пообщаемся и давай пообщаемся а потом оказывается что там чуть ли не из-за крошки на диване поругались это вообще-то что ты хочешь сказать что первый идешь мириться ты первая пишешь такая типо чё как дела это если первый шаг туда она ну или он напишет типа чё делаешь нет я вот нет еще нет еще в сообщениях то вот это ощущение того что вы как-то недовольны друг другом в любом случае чувствуется единственное когда мне что-то не нравится я пишу ладно давай хорошего вечера и все стипа мне пофигу а сам сижу и мониторию инсту потому что нифига мне не пофигу как давно стендли ведет рубрику правила как у него зародился зародилась такая идея мне тоже так кажется правило номер 17 а все 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 я поняла я не знаю мы тогда не были знакомы поэтому я веду больше наверно трех лет немало с витнама ну блин у тебя прически на самом деле не так давно но я кстати ее забросил но скоро верну видимо мы решили обручиться в разных странах по их традициям как-то гуля сказала в своем блоге каких странах вы хотели бы сыграть свадебную церемонию на самом деле разница вообще не имеет потому что ну то есть мы это не значит что мы в каждой стране хотим что-то такое пышное и объемное это хотелось бы больше окунуться чуть-чуть в их менталитет и просто посмотреть что-то такое минимальное потому что многие нам задают вообще вопрос по поводу почему мы не делаем свадьбу даже казахстане во первых потому что сначала мы к этому относились не очень серьезно а во-вторых не хочется делать что-то такое примитивное наверное а еще кризис в стране денег нет какая свадьба вы чё кредиты не хочу брать понятно хотите дайте денег мы сделаем сегодня вот а что касаемо каких-то других стран то ну мне просто интересно я всегда наблюдал фильмах или еще где-то где-нибудь на мальдивах что-то такое ямайский ну короче просто интересно именно посмотреть на какие-то маленькие традиции в маленьких стран и как у них вот этого что-то сокровенное оттуда понять и вытащить постараться какой особенный подарок для тебя сделал стэн качели качели психологически эмоциональны опять же таки ну подождите всего полгода ну ё-моё видели ну она 5 миллионов зарабатывает чтобы особенное что-то сделать мне надо там столько наделать ну учитывая того что мы хотели свадьбы делать именно в разных странах по их традициями так далее куда мы полетим туда и будем брать вот эти шармы для как этот пандора вот я думал ты скажешь любовь ой господи гули какая ты материалистка ужас а чё ты не такой что ли за все это время только ты материальные поэтому не надо мне тут чему ты научился за время ваших отношений у гули алкоголизм я научился что заранее нужно брать чуть больше чем ты выпьешь потому что ты можешь больше каждый понимает это да должен знать наверное вот именно приходить к разговору ну то есть что мужчины же мы сами по своей натуре такие субъекты что мы все замалчиваем ну то есть мы не привыкли говорить о своих чувствах эмоциях и так далее из-за чего часто происходит недопонимание вот и от нее я учусь именно тому что нужно разговаривать проговаривать даже малейшие моменты которые тебе где-то не нравятся или смущают нужно переговорить и найти вот этот коннект и взаимопонимание вот из сильных наверное моментов каких то это вот это все? да а что еще? чему я еще у тебя научился? виски без аколы я и до тебя пил понятно? ну ладно как произошло знакомство между вашими семьями? его не было Стэн знаком просто с моей мамой вот да мы объясним просто людям чтобы тоже они понимали то есть мы не стесняемся как-то семьи друг друга или еще что-то и нет никаких проблем просто мы больше за то что наша семья ну уже наша семья это наша семья и то что происходит внутри наших отношений оно никак не должно вообще сталкиваться с тем ну с мнением допустим даже тех же наших родителей потому что у них есть своя семья в которой мы входим по отдельности но у нас теперь есть своя где помимо их у нас есть свое и то есть их мнение никак не должно на нас влиять чтобы у нас не было каких-то моментов наверное из-за того что первое время мы все равно к этому чуть не серьезно относились не было такого повода чтобы делать все официально знакомиться и так далее но в любом случае этот день настанет когда мы прям все будем знакомы но пока не знаем когда короче по идее он самого начала относился к этому серьезно как он говорил мне недавно это я оказывается три-четыре месяца этот не серьезно смотрела на него прикиньте главное со мной ходит тусит на свиданке ходит а потом я не серьезно к тебе относилась вот такие же коварные чтобы понимали уровень ее несерьезности она обручальным кольцом пиво открывала и вот как ну да это вот я снимаю аккуратно за ним слежу вот а я на просто к чу открывашки нет сейчас подожди как бы да ну вот сначала пиво а потом ариана гранде стэнли и вот все это остальное не это шутки на самом деле каково это быть мужем медийной личности вот здесь я сейчас обижусь я что не медийная что ли личность я не понял почему этот вопрос вообще есть ну честно в начале это было прикольно ну то есть это что-то такое неожиданное потому что я ее до нашего знакомства не знал ну то есть я не знал что есть такой медийный человек у которого там такая история и так далее и только вот в моменте когда мы начали общаться меня сначала начало смущать то что люди такие да они для хайпа я такой же причем тут это вообще а потом я устал от того что кричь людям не интересен я и интересно моя личная жизнь вообще кто я такой интересно только она но это понятно просто меняет наверное где-то задевает а так в целом ну не сказать что это что-то такое невообразимое на такой же обычный человек и это прикольно но твои подписчики надоели и гулик-гулик-гулик-гулик какой видит стену вашу идеальную совместную жизнь через 10 лет 5 доживем блин даже не знаю мы наверное из-за того что самого начала к этому относились как уже говорили не серьезно мы к этому идем только-только и в планах наверное на ближайшие пять лет как я думаю потому что нам нужно для начала вместе прожить потом переехать посмотреть но вообще на будущее мы хотим попутешествовать я не в курсе но да оказывается вот так я уже приняла решение когда ты понял что любишь ее я это еще не понял шучу но знаете это мне такого что я вот сейчас назову какой-то день определенный и вот скажу это не знаю это как-то произошло вот в моменте потому что я не такой человек который любит вообще такими словами разбрасываться так как это очень что-то серьезное типа нельзя человеку с которым ты общаешься неделю или там пару дней сказать что ты его любишь ну это как-то странными его а тут просто и не помню то ли мы просто дома сидели мы смотрели какой-то сериал кушали и вот мы так два часа просто ой два часа два дня вот так валялись и вот в этот момент наверное я прочувствовал какое-то такое уединение и ну когда ты понимаешь что ты вот на своем месте там где ты должен быть вот в этот момент что-то в голове вот так вот у меня язык я такой наверное это вот она да но это тоже было где-то через месяца 23 наверное да это было еще именно на тот момент когда ты уже уходил и не знают это собирался там и перед выходом ты мне сказал я такая интерес запомним я ему изначально говорила если в моменте ты что-то чувствуешь то лучше это нужно говорить на тот же момент ну бывают такие случаи когда ты можешь промолчать в какой-то момент и потом будет поздно поэтому я ему всегда говорила лучше вовремя это говорить вот вот чему мы научились у меня был точно такой же вопрос тогда я поняла что люблю его не поняла хватит прикалывается так это точно такой же накопительный эффект когда ты вот чувствуешь что-то родное то что тебя греет когда тебе комфортно с ним то да это появилось только через три-четыре месяца когда я ему уже призналась вот так вот на этом все да ну наверное чтобы подытожить что-то и этот как-то объясниться чтобы вы не подумали что мы прям очень несерьезные мы просто ко всему относимся очень легко и мы всегда стараемся все сводить на какое-то ха-ха-хи-хи потому что все как будто ну то есть нам в детстве всегда вещали говорили о том что как будто отношение это что-то такое гипер серьезное к чему нужно прям очень серьезно относиться и так далее и тому подобное зачастую это как будто и где-то мешает что ли я не знаю да потом люди начинают съедать друг друга вот и какой-то не серьезно зачастую это бытовуха и все вот эти вот моменты поэтому мы ко всему стараемся с улыбкой ко всему с юмором ко всему с чем-то таким иногда даже по-детски просто потому что именно мне кажется у детей есть вот это вот ну короче когда ты по-детски да ты искренний и поэтому и мы такие то есть это не просто для какого-то там хайпа для видео еще что-то мы просто вот такие вот в жизни и поэтому не судите нас пожалуйста строго а если судите то не судите больше знаешь вот что самое обидное теперь у всех были такие красивые нарезки с тиктока где они такие о будущем и мы с тобой дурак дурак хотелось блин нарезок ладно спасибо большое ребят во первых спасибо что нас сюда позвали что могли с вами поделиться немножко нашей истории если вам было интересно ставьте лайки комментарии колокольчики вот это все если у вас еще останутся какие-то вопросы можете спрашивать писать вот еще раз спасибо эль казахстан за то что позвали нас было супер всем спасибо всем спасибо до свидания спасибо спасибо спасибо